Да уж, друзья, вы устроили настоящий бунт в комментариях, такого я не видел давно, я аж реально офигел. Именно по этой причине сегодня вас ожидает вторая долгожданная серия нашего отчаянного выживания в такой игрушке как Satisfactory. Ребят, всем огромный привет с вами, как всегда, Ликофи, и добро пожаловать на новый видос. Ну что ж, сегодняшняя серия получилась очень насыщенной, ведь мы наконец-таки, опять же, благодаря вашим комментариям, начинаем строить космические заводы. И даже попробовали автоматизировать процесс, не знаю, правда, как получилось, я думаю, вы оцените это в комментариях 100%, но надеюсь, мы сделали всё правильно. Как или иначе, меня испугал тот факт, что на прохождение этой игры понадобится очень-очень много времени, поэтому, ребята, как я и говорю, всё зависит от вас. Чем больше лайков будет собирать Satisfactory, тем быстрее будут выходить видосы, так что, как я и сказал, всё в ваших руках. Ну что ж, перед началом этой серии, вам я желаю приятного просмотра и приятного аппетита. Не забудьте заранее подожать кнопку лайка, подписаться на канал, подписаться на телегу и на второй лайв-канал. Ну что ж, а теперь, с вашего позволения, я думаю, мы можем начать, так что погнали. Да уж, друзья, прочитав все комментарии под прошлым роликом, я могу сделать отличный вывод, что эта игра не предназначена для нас. А всё почему? Потому что в этой игре нужно думать, а этого делать мы, как вы прекрасно поеваете, не умеем. Вот просто посмотрите на этого человека, а. Вместо того, чтобы строить заводы, добывать ресурсы, он добывает. Это всё, на что мне мозгов хватило. Он добывает их вот так вот, понимаете. Ну не, кстати, удобно, смотри, но разве это не автоматизация процесса, смотри? Ты же просто подбираешь и всё, а сейчас я сюда. Да, я ничего не добываю. Да, ребят, прочитал комменты, значит, да, и реально можно сделать вывод, что мы просто, ну реально тупые для этой игры. Это, к сожалению, действительно так. Мы привыкли к другому, всё-таки, типа, игр, где нам нужно просто пройти по линейному сюжету, добывать просто ресурсы, да, и не задумываться о заводах, автоматизации, производства там и всего, так далее, так далее, так далее, да. Кто-то просто понимал, один человек в комментариях написал, что в конце игры нужно будет сидеть с табличкой Excel и прописывать все материалы и так далее. Ну то есть вот просто настолько всё это серьёзно, да. Я не знаю, как это так, но реально писали об этом в комментариях. И самое страшное, знаешь что? Написали в комментариях, что эта игра не на 15, не на 20, не на 30 часов прохождения, а намного-намного больше. Я не могу, сколько времени. Ну там, время просто от 100 часов там начинается и далее, понимаешь, да? Да, ребят, поэтому у нас реально, ну вот страшно идти дальше, честное слово, потому что я не знаю, что нас ждёт впереди. Ну и интересно очень сильно, потому что игрушка так или иначе нравится, как и вам, так и нам. Сразу хочу сказать, ребята, да, мы тупые, да, мы это знаем, но не надо так сильно акцентировать на это внимание. Мы стараемся, мы новички в этой игре, мы ещё ничего толком не знаем, но благодаря вашим советам постараемся не тупить, опять же, да. Сегодня у нас план наполеоновский, очень насыщенный день и давайте по порядку. Значит, смотрите, ребят, опять же, благодаря вашим советам в комментах, мы теперь плюс-минус понимаем, как всё работает и как нужно делать. Значит, мы, вот это конвейерное лето, у нас, ну, пока что идёт складской контейнер, но по-хорошему, как, опять же, вы написали, здесь должна быть плавильня, там ещё что-то, то есть, чтобы у нас сразу ресурсы, которые приходили, превращались в то, что нам надо. Это мы сегодня сделаем. Но в первую очередь, опять же, написали, то есть, вы помните то, что в прошлой серии я озадачился тем, что нам нужно построить космический элит. Вы написали, что не надо этого делать, это вы можете оставить на потом, потому что это всё равно займёт очень много времени и пока что это реально не стоит делать. Именно поэтому мы будем заниматься сегодня просто дальнейшим прогрессом. Да, да, давай. Короче, что у нас сегодня по плану? Нам надо в первую очередь построить ММА. Ты помнишь, да, что это такое? Машина для молекулярного анализа. Конечно, именно так. Это мы сегодня сделаем, чтобы изучать новые рецепты, крафты и так далее, а для этого нам нужна медь. А для меди нам надо сейчас сделать переносной бур. Нам просто, смотри, нам для этого... А, ну спасибо, кстати, 106. Вот это, кстати, полезная тема. Нам просто, смотри, для того, чтобы сделать, нам нужно 300 медных проволок, а у меня только... А подожди, а у меня сколько вот это хорошо? А у меня... А, 119 только у меня. Это мало. Надо 300, а у меня 119. Поэтому, смотрите, мы делаем как. Нам для начала нужны медные слитки, зажимаем пробел, опять же, по вашим комментариям. И начинаем всё это делать. И, опять же, что мы сейчас с тобой сделаем? Сейчас медная руда, скорее всего, закончится, потому что... Блин, нет, всё-таки плавильню надо делать 100%, потому что из руды сразу в слитки будет всё превращаться. Это действительно будет проще. Короче, мы сейчас с тобой найдём залезы меди. Мы с тобой поставим тамбуровую установку и попробуем с помощью конвейерной ленты дотянуть это до нашей базы. Ну, то есть, чтобы у нас, ну, мы не бегали туда-сюда. Ну, 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 да. То есть, вот, сканер и так далее. Короче, блин, очень долго всё это делать. Давайте я на потом это оставлю. Значит, смотри, как мы с тобой делаем. Опять же, у нас, оказывается, есть сканер. Мы, ребята, значит, смотрите, убираем. Нам нужна медная руда. Сканируем область и у нас... О, вот, смотри, 200 метров. Погнали. Вот, сейчас доберёмся до месторождения меди. Мне кажется, мы там не поднимемся, слышишь, там скалы. Гений в гору не пойдёт. Гений в гору просто перепрыгнет, понимаешь? Они спортсмены олимпийские, всё нормально. Ну, так, конечно. Блин, было бы круто, если бы можно было оседлать вот это вот летающее, вот, не знаю, вот, животное, которое... Ну, да, было бы круто, согласись, летать по карте. Но вообще писали в комментариях, что есть какой-то транспорт. Есть какой-то транспорт, то есть, ну, потенциально потом мы его и сможем даже, возможно, создать. Никто? Я послышал, или... А, мне показалось, что какой-то, знаешь, типа Терекс такой сейчас нападёт. Так, вот у нас медь. Давай сразу смотри сходу. Мы здесь должны поставить... Сразу в ходу берём зубило и пулячим. Вот, буровая установка, ресурсы все есть. Так, подожди, а как-то можно? Ну, конечно. Подожди, режим, повернуть голограмму, построить. Вот, можно повернуть. Вообще писали в комментах, что нужно строить всё на платформах, но мне кажется, что здесь ты не построишь всё на платформе. Ну, ладно, всё, короче, строим. Всё, это у нас есть. Хармоконвейер проведи. Так, смотри, теперь надо как сделать? Надо, во-первых, протянуть энергетику, да? Блин, знаешь, в чём проблема заключается? У меня один только остался этот... Одна труба. Короче, я вон там поставлю. Чё, подожди. А вот, всё, построилось. И вот, всё. Я попробую сейчас. Подожди, а можно протянуть это канатом или нет? Нет, вообще можно было вот так сделать. Я затупил. Короче, ладно, ребят, сейчас попробуем исправить это дело. Сейчас вернёмся и всё намутим. Всё, здесь столб мы поставили. И теперь надо просто отсюда... Мы делаем вот так. Можно же сразу протянуть, по идее? По идее можно. Подожди. Да, подожди. А, подожди, что? А нам зачем сюда? Нам же не сюда надо. Нам же к базе надо. Чё-то я опять туплю. Так, и получается вот сюда. Нам нужно просто протянуть этот столб. И... Тыкай. Есть вероятность того, нет свободных линий электросети для подключения. А, подожди, а вот вторая свободная, нет? Робот, провод слишком длинный пишется, да. Провод слишком длинный. Значит, надо ещё. Так, окей. Тогда сейчас мне нужны вот эти вот ресурсы. Сейчас я их подготовлю просто. Я не был готов, потому что они понадобятся. В дальнейшем это ужас. Да это вообще забей. Мне железные прутья вот эти вот нужны. Так, для этого нам что нужно? Для этого железные слитки нужны, да? Нет, нам 100% срочно нужно будет сейчас делать плавильню, чтобы всё это сразу переплавлять. А-а-а-а. Видеоблогер, смотри сюда. Видеоблогер. Смотри. Это реально, знаешь, это вот примерно вот что будет, если видеоблогер попадёт на завод. Ты где? Смотри, Олег, сюда иди, смотри, заводы стоят. Давай, Олег, работай, заводы стоят. А почему, подожди, а у нас комфейер, походу. Да, у нас надо всё в плавильню. Сейчас мы исправим ошибки первой серии, и всё будет нормально, погоди. Так, давай, смотри, один стол поставим здесь. Соединяем, получается, провод вот с этим. И от этого у нас провод должен идти уже. Ну, я надеюсь, что вот это уже, ну, этой длины, надеюсь, уже будет достаточно. Мне кажется, надо ко второй уху получить. Вот, да, смотри. Всё, это мы подсоединили. Но нам надо туда будет сюда закинуть топливо. Мы закинем. Нам пока что не это надо. Нам пока что надо соединить конвейерные линии, чтобы мы могли автоматизировать процесс. А, они гебашут, они гебашут. Так, и давай смотри сразу. А, где у нас эта штука? Сжигатели, логистика, организация, производство. Вот, плавильня. Нам нужна плавильня. Переплавляет руду в слитке. Смотри, нам как надо сделать? Нам этот контейнер сейчас надо перенести. То есть, нам сначала надо поставить плавильню, а уже потом конвейер. Сейчас мы это и сделаем. Так, ты нет на добычу включил? Эээ, нет, еще нет. Можешь пока пойти это сделать. Можно это просто перенести? Нет. Мне кажется, можно как-то это, наверное, сделать. Мне кажется, просто если это все так сделать, то, наверное, будет не очень, да? Сейчас, короче, ребята, разберемся. Если я все правильно понял, то, получается, здесь мы ставим плавильню. И нам надо просто соединить конвейерные линии вот так вот. Все. И от этой конвейерной линии мы должны... То есть, у нас плавильня. Подожди, плавильня. Мы должны ее настроить на железный слиток. Нету питания. Надо просто ее подсоединить. Сейчас мы тоже это сделаем. Так, и отсюда у нас, давайте, так же будет просто идти сразу всё в складской контейнер. Очень сложно, ребята, сказать, что всё это вот привыкнуть ко всей этой системе, но нужно просто немножечко времени, и мы обязательно с этим разберёмся. Так, это сюда мы делаем, и вот это мы просто должны... А почему не соединяется? Почему? Вот, ну, а чё не соединяется? Я не понимаю, чё не работает? Олег, касаемо вопроса медиа, я закрываю наш комбинат, потому что... Чего это, подожди, я не понял, с чего это? Ну, я думал, что будет денег, дохуя, я вложил инвестиции, а он нихуя не приносит. Всё, я пока приостановил. Нормально всё будет, не переживай. Так, ладно, сделаем вот так, и вот так. Всё, вот теперь всё норм. Всё, и теперь, смотри, ну, она теперь надо просто настроить плавильню. У неё нету питания, её надо подсоединить. Единственная проблема, знаешь, в чём заключается? А погоди, я могу сделать вот так вот. О, и всё, работает, смотри. Так, и здесь мы... Да, смотри, у нас теперь железная руда превращается в железный слиток. Отлично, просто отлично. Просто идеально. Это, вот это реально классно. Но нам придётся ещё одну такую сегодня плавильню сделать для меди. Всё, вот это мы сделали, это определённо здорово. Ну что ж, теперь надо разобраться вот с тем конвейером, потому что он находится... Чего такое? Ига! Ну так да, сразу в это превращается, и всё, и сразу идёт всё сюда. Ты понимаешь, это настоящий металлургический комбинат, ты понимаешь? Да, 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 конечно. Единственное, у нас много железа, железной руды. Я не знаю, что с ней делать, но я... Ну это заначка такая, понял, прям мега заначка. Короче, всё, переплавка у нас идёт полный ходом, это кайф. Так, погнали, теперь смотри, нам надо разобраться, что нам делать вот с той, понимаешь? Алё, 4 ебаных. Чё тебе надо, что такое? Смотри, на, ты ж просил. Кого? Раз, два. Так, ещё. Три. А, ну, кстати, этого вполне... Не, ну я хочу сначала автоматизировать вот этот процесс, чтобы можно было уже заниматься спокойно созданием. Просто нам реально надо сначала сделать это. Посмотри, а сколько мы сможем столько металла продать, ты что, ёбнулся? Так, нам не надо его... Зачем нам его продавать? Чё вообще? Так это деньги, алё, ты её там всё... Какие это деньги? Листья соби... А у меня, кстати, места нету в интереуме, у меня сейчас забито. Чистые обработанные списки. Листья собирай, нам топливо надо. Листья собирается, ещё раз говорю, нам это дерево... Ой, нам топливо надо. Нахуй мне твоя наука, если есть деньги. Давай думать, думать, в голову включи, надо думать. Смотри, там сейчас с тобой надо каким-то образом делать конвирную линию, да? Которая будет идти отсюда, вот туда. Мы сможем это сделать? А зачем нам туда, если можем просто здесь это организовать просто и всё? Здесь это где? Прямо наверхушки. Или ты хочешь прям, чтобы всё к базе было? Ну, конечно, да, зачем нам тут, чтобы это было? О, американские горки, ебать. Так, стоп, нет, подожди, так она не потянется. Смотри, можно вот так вот сделать. Сцепилось, да. Ставь быстрее, я еду. Я поставил, я поставил. Так, смотри, дальше тянем. Блин, прикольно, конечно, что это так работает. Давай, смотри, вот так вот сделаем. Блин, смотри, как она тянется. Ну, круто же, да? Реген, Реген, надо потом ещё конвейер в обратную сторону включать, чтобы подниматься. Ну да. А, у меня рейсы закончились. Всё, я пошёл обратно. Надо это. Нет, быстрее, я же упаду. Ну, а что делать, Андрей? Я не успею тебя спасти уже никак. Так, нет, и мы, смотри, мы должны это, получается, во вторую, у плавильни же не может быть два процесса сразу запущенных одновременно, да? Здесь только один. Да, здесь пока что только один, поэтому нам придётся ещё одну плавильню поставить, окей. Ну, я, скорее всего, предупреждаю. Ладно, сейчас мы, ребята, всё это сделаем и продолжим. Потому что, ну, тут реально вот это время очень много занимает. Вообще, я тебе скажу так, мы выбрали не самое удачное место для выживания, потому что вот даже рядом с этой медной рудой там есть и железо, там есть и медь. То есть нам намного, ну, выгоднее было бы даже в плане времени строиться вот тут вот на возвышенности, а не там, где мы в итоге начали выживать. Вот это, конечно, вот с этим мы, конечно, немного прогадали, ребята, но уже что есть, что есть? Я должен признаться, что я немножко пизжу иногда. Ну, что именно? Железо, железо. А для чего, для чего, скажи, пожалуйста? Продать обработанные слипки чистого железа. Так, давай, смотри, мы сделаем, наверное, вот так. Знаешь, что мы на чёрном рынке? Блин, знаешь, в чём проблема заключается? Что у нас оттуда сюда будет идти руда очень долго. Вот это проблема. Это плохо, это мне не нравится. Так, и вот давай, смотри, мы, например, сделаем вот так. Блин, конечно, хотелось бы, ребята, делать всё это красиво, но я думаю, что мы это будем делать упор уже на красоту, наверное, уже потом. Так, и здесь мы также давайте просто поставим параллельно ещё одну. Всё, вот это есть у нас. Всё, здесь мы должны поставить плавильню. Плавильня у нас, кстати, есть сейчас средства под плавильню вообще или нет? Сжигатель в неё масса? Нет, ничего нету. Плавильня. Так, мы её поставим где-нибудь тоже вот так вот. И теперь мы соединяем с плавильней. Всё, дальше мы соединяем, надо ещё один провод соединить вот так вот. Мы соединяем вот так вот. Слушай, ну у нас, я тебе скажу так, у нас потребление электроэнергии будет сейчас очень большое. Знаешь, почему? У нас просто, у нас сколько плавильней, у нас сколько буров уже, ну как бы, ты понимаешь, да? Так, а здесь мы делаем медь. Вроде включил, да? Да, нужно, чтобы... Не, зовей! Она будет очень долго идти, ты понимаешь или нет? Это просто, ты посмотри, как она долго идёт. Просто посмотри. Я видел. Да, это, конечно, не самый кайф. Так, и надо построить... А ускорить процесс не... Ааа... Да, но ты понимаешь, да? Ладно, ребят, это временно. Это так или иначе временно, поэтому ничего страшного. Вот сжигатель биомасса, логистика, так, складской контейнер тоже. Давайте мы поставим его здесь и соединим просто... Чё, не соединяется? А, листьев нету, прикинь, закончилось всё. Блин, это... Так, я же закидывал. Дант, дант, дант. Так, но уже всё закончилось, просто к слову скажу. Так, это ничего получается. Мне нужны железные пластины именно, да? Изготовить. Блин, это будет сейчас долго, но окей, сейчас всё сделаем. Всё, и тут мы тоже подсоединили конвейернер. И вот тут у нас метные слитки. Всё, это есть. Дальше, смотри. Писали в комментах тоже про очень интересную штуку про конструктор, да? Конструктор сразу может создавать какие-то детали. И это тоже удобно. Это тоже можно было бы сделать на самом-то деле, да? Хотя, что нам, подожди. Но хотя, да, из слитков мы могли бы сразу делать пластины бы, например. Да, это было бы... Это было бы, конечно, удобнее. Вот, например, железных слитков мы бы сразу делали, например, железные пластины, потому что... Ну да, это было бы здорово. Ну ладно, окей, ничего страшного, это мы сделаем потом. Всё, теперь... Живые деньги перед нами уходят. Так, чтобы мы могли сделать... Что случ... Ну нет! Что такое? Что такое? Я тебе говорил, листву собирай. Ты собирал листву или нет? Ну так давай, клади, давай, складывай. Здесь у нас тоже топливо сжигается просто только так. Ну а включить? Ну вот, всё, предохранитель в порядке. Всё, производство не должно стоять. Если производство стоит, мы ничего не зарабатываем с тобой, понимаешь? Мы так не зарабатываем ничего, мы не за деньги заработаем. Так, всё, я тогда начинаю создавать проволоку. Их нужно очень много, и помимо проволоки нужны ещё вот эти вот железные пластины. Да, их тоже нужно очень много. 100 штук того, и это вот... Ребят, это очень будет долго, поэтому сейчас мы сделаем, и сразу будем изучать уже новый уровень исследования. И всё, всё готово, всё есть, наконец-то теперь мы с вами сможем изучить следующую цель исследования, да. Теперь, смотрите, мы складываем это сюда, мы складываем гвозди сюда, шурупчики, да, и складываем это сюда. О! Слышишь? А вот этого мы ещё с тобой не делали. Сейчас посмотри на наш завод, потому что сейчас, скорее всего, что-то произойдёт. Мне появилась огромная красная кнопка запустить капсулу. Я запустил. И что получилось? О-о-о, смотри, взлетает, смотри. Цель достигнута доставлять в машину для молекулярного анализа, короткая ММА, местные ресурсы, чтобы изучать и разрабатывать новые технологии. У вас есть возможность разработать технологии в области средств освоения, оружия и заводских строений. Без них вы не сможете работать с высокой эффективностью и соблюдать основопоглащие принципы фиг. Струйте автоматизировать, исследовать и осваивать. Для выполнения миссии все значимые феномены, ресурсы, технологии и прочие факторы влияния должны изучаться. Независимо от их опасности, так указано в контракте первопроходца. Да, прикольно. Блин, кайф, капсула вернется через 2 минуты 16 секунд, получается, да? Подожди, ну вот капсула приедет, и мы, наверное, можем что-то создать, да? Или что, я просто пока не понимаю. Или мы уже это освоили? Да, все, мы это освоили, и вот теперь мы можем выбрать либо эту цель, либо эту цель. Ну, понятно, либо второй уровень. Ну, вообще писали про второй уровень в комментариях, но тут, я не знаю, и ротор, и ассемблер, и местный лист, и модульный каркас, и умная обшивка. Ребят, дальше уйти очень сложно было, и очень страшно, если честно, слышу вот такие слова вообще, да? Так, ладно, давай смотреть, то есть, смотри, по идее, теперь мы можем с тобой создать... Вот, у нас есть сканер объектов, но, по сути, он так, у нас есть, да? Что мы еще, подожди, можем теперь сделать? А ну-ка, подожди, конструктор, энергетика. Вот где у нас это, отличное... Отличное хранилище надо сделать, потому что у нас много мест, точнее, много ресурсов, которые просто валяются, и все. Надо, подожди, не каретное. А как его поставить? А, или его здесь нельзя поставить? Короче, давай пока поставим здесь сундучок. Все, и в сундук как раз вот все вот эти ресурсы, которые здесь у нас валяются... О, наконец-то. Все, это можно в сундук просто сквозь, и вот так вот, и все. Это будет удобнее намного, чтобы это все вот тут не валялось. Я думаю, мы потом все равно обязательно с этим что-нибудь дозделаем. Так, подожди, мы это изучили? Ну, нет, опять! Все закончилось, да, у нас? Опять листва? Опять листва, да. Опять она. А ты как думал? Блин, сколько можно-то, а? Ну, так вот, конечно. Так, давай еще, наверное, сделаем один этот сундучок. Мне кажется, нет, Олег, мне кажется, надо дерево класть вместо листвы уже. Думаешь? А у нас его нету просто, понимаешь? У меня есть немного дерева. Это что у нас? Это медная руда, да? Слушай, давай попробуй, стой. Я пробую древесину положить, у меня 42 древесины есть. Давай, 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 давай. У меня просто дерева вообще нету. Так, теперь смотри, подожди, мне интересно, особенно. Вот, ММА. Смотри, машина для молекулярного анализа. Давай мы построим сейчас это. А, и это, что это звуки, я не понимаю. Ты уже слышишь? Так, да. А, или это капсула возвращается. Смотри, так быстро время пролетело. А что, она нам что-то даст или нет? Просто интересно. Ладно, смотри, нам сейчас что надо? Нам сейчас снова медь нужна. Медь нужна и снова. Кто у нас снова встал, вот, а все, я не понимаю. Смотрите, как активировать? Да, я все сделаю, боже. Там просто рычаг надо на себя потянуть вот так вот. Все. Тут все работает. Да, все. Так, интересно. Все работает. Одна древесина, 12 в минуту. Блин, это тоже много. Ну, это тоже, да, вот такое на самом деле. Так, а подожди, нам эта ракета что-то привезла или нет? Не, наверное, все-таки нет. Окей, что мы делаем? Пойду древесину соберу. Мы сейчас создаем с вами снова проволоку. Нам она нужна для создания ММА. Вот, и потом мы запускаем туда Конора Макгрегора. Вместе с Ковидом, соответственно, да. И у нас. И начинаем зарабатывать деньги на боях. Мы будем строить новую, понимаешь, организацию. Организацию, организацию побоял. А что не так-то? Я не понимаю. Ха-ха-ха, юморист, пиздец. Ну вот, ребят, я говорил, я же говорил про уровень развития нашего. Вот, пожалуйста. Вот к чему это и приводит. Так, а сколько проволоки там надо? Я что-то забыл. Ну, надеюсь, столько хватит. Это ты, Алик, промоушен новый делаешь, да? Ну да, да, да. Ты прав. Ты абсолютно прав. Так, все, это мы сделали. Теперь ММА. Все, можем сделать ММА. Ладно, давай сразу это мы попробуем сделать на платформе. А где платформа у нас? Так, подожди, а как платформа делается? Вот это очень хороший вопрос. Я что-то забыл. Тут реально вот даже иногда просто не понимаешь. Так, это не то, погоди. Это, это тоже не то. Я пошел дерево. Производство, конструктор, сжигатель. Брат, брат, ты меня слышишь? Брат. Да иди, 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 иди. Подожди, стоп. Вот тут же у нас было, нет? Вот, нулевой уровень, это все у нас, погоди. Это все у нас есть, это все у нас изучено, это все у нас есть, это все у нас есть, да. Базовый строительство. Вот, вот это надо сначала выбрать, да? Окей, давайте мы выберем эту цель. Тогда получается, что нам нужно 200 цемента, 100 пластин и 100 трупов. Окей, сейчас мы это сделаем. Единственное, сырешь, Вась, знаешь, что надо? Известняка надо. Надевайся. И нам надо также на известняке тоже, наверное, будет поставить бур, буровую установку, также конвейер, чтобы это все... Да, у меня есть известняк, вижу, есть. Ну вот, ну много надо, конечно, да, да. А, в промышленных масштабах? Ну естественно, а ты что думал? Конечно. Да там мальчик не попутал. Нет, мы строим заводы, ты понимаешь? Подожди, у нас вроде как будто бы было. Да, вот есть одно, и вот есть еще. Вообще, как будто должно хватить, если честно, для бетона. Ну, сейчас, короче, посмотрим. Все, вроде бы все подготовили. Соответственно, теперь что мы с вами делаем? Мы делаем с вами вот так, мы делаем с вами вот так, мы делаем с вами вот так, все, и снова нажимаем на эту красную кнопку, и вся планета взрывается, да? А если бы, как говорится, я запустил еще цель достигнуть доступа нескольких новых сооружений для оптимизации завода. Это хорошо. Фундаменты сопровождаются специальной сеткой, которая поможет правильно размещать любые сооружения. Если вы потеряли память и не помните, что происходило до прибытия на планету, доверяя вас, вспоминания о дорогих людях или животных, лишь отвлекали бы вас от важной миссии. Так, теперь, смотри, нам доступно базовое строительство, мы можем сделать теперь смотровую вышку, не знаю, зачем нам она нужна, наверное, не надо. Значит, нам так или иначе сейчас нужно будет сделать ММА, но для этого нам сначала, где у нас, вот, фундамент. Подожди, нам что, нам стерли память и отправили сюда? Я не знаю, нам надо фундамент сделать, для фундамента нам нужен тоже, блин, вот и тоже, вот, ну вот, понимаете, вот палка просто двух концов. У нас это заканчивается, все время заканчивается. Все, нам, ну, известняк нужен снова, вот как обычно, у нас его нету. Иди туда снова за известняком давай. А там реально, походу, придется тоже буровую установку ставить, чтобы нам бур... Ну, я просто думал, что нам известняка не надо будет так много, а вот сейчас вот я понимаю, что пригодится. Ну, 88 есть. Ну, давай, 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 давай. Надо еще по-хорошему. Так а ты терпилась, что ли? Я говорю, тебе стерли память, алло, дурак. Какую память стерли, я не понимаю. Тебе стерли память, и ты пришел сюда. Мне не стирали, я тут по собственному желанию. Ты тупой, сказали, чтобы вспоминать... Я здесь по собственному желанию, я тебе еще раз говорю, мне никто не стирал память. Я все помню, я все помню, как я зашел в Steam, как я увидел эту игру, как я понял, что надо ее записать, понимаешь, я все прекрасно помню. И никто ее не стирал. А родных и любимых животных отвлекал до себя в священной миссии. Стой здесь, если что, будешь носить туда-сюда известняк. Идите, нам еще, мне кажется... Я тебе еще конвейер, ты что, охуел? Вергений, реально, вместо того, чтобы конвейерную ленту делать, просто вот нанимать людей, которые будут туда-сюда бьются. Ну, по сути, человек же это тот же конвейер, разве нет? Нет. Ну, только, ну, только у него есть, ну, условно, да, как бы, ресурс, который заканчивается, а у конвейера нет. Ну, а что, не так, что ли, хочешь сказать? Ну, конвейер тоже заканчивается, уже ремонтировать надо, обслуживать там и так далее, нормально. Ну, да, но только он может дольше проработать просто в моменте. А человека надо тот же кормить, ему еще спать надо. Ну, да, тут без остановки он может работать. Так, фундамент, давай мы сделаем фундамент, ну, он такой, так, как-то контр, да, можно, вот, да, вы говорили в комментах, что можно контр зажимать, и мы будем это на уровне строить, получается, да? Давай, наверное, вот так сделаем, отлично. Вот так сделаем, вот так сделаем, и вот так сделаем. Все, кайф, это есть. Теперь, наконец-то, мы делаем ММА. Где ММА? ММА, ММА, ММА. Вот у нас ММА. Давайте вот так красиво его поставим, чтобы он смотрел сюда. Все, бам. Ну, посмотри, краса, Андрей, какая. Теперь давайте, смотрите, инопланетная мегафауна, инопланетные технологии, катерий, питательные вещества, энергослизг, кварц, сера. Фух, и как это работать? Погоди, подожди. Вот, допустим, инопланетная, вот это что у нас? Вот это у нас, кстати, есть. Это мы как? Это мы, типа, сейчас... Подожди, только три штуки, начать исследование. Друзья, а что такое катерий? Я не знаю, что такое катерий, я без понятия. Исследование кабана, анализ завершен, выберите новый узел древней исследований. А-а-а, вот что это такое, смотри. Исследованные остатки принадлежат организму, известно, ныне как пушистохвостный кабан. Если бы он происходил с земли, то по многим характеристикам был бы отнесен к семейству свиней. Остатки кабана теперь можно преобразовать в инопланетный протеин. Инопланетный протеин! Дополнительное исследование можно подсказать, что он применит для защиты первопродуктов при своей территории. Слушай, Андрюх, мы сейчас запампимся с тобой на протеинчике просто, понимаешь, только так. Окей, а вот это что у нас такое? Это исследование гнезда инопланетный протеин. Вот это, кстати, у нас еще вот этого не было, да? У нас, окей, инопланетные технологии. Вот это, кстати, было! Короче, понял? То есть, смотри, все ресурсы, которые необычные мы с тобой находили, или какие-то остатки, и так далее, и так далее, все это можно изучать, и благодаря этому мы теперь будем получать что-то интересное. Так, смотри, здесь вот эту, давайте штуку изучим. Подожди, а сколько нужно таких? Подожди, надеюсь, одна? Да, одна. Начинаем исследование, анализ сферы Мерсера. И это дает нам... Анализ завершен, выберите новый узел, древнее исследование. О, смотри, пространственное хранилище нам теперь стало доступно, насколько я понимаю, и много всего другого. Так, это окей, это мы сделали. Катерий. А, Катерий это руда, слышишь, Катерий это руда, смотри. У нас, у нас вроде была она. Да, у нас есть как и Катерия, так и Сера. Узрите наш мундскрипт, узрите наши окна, расхидите нашу сокровищницу, пропойте. Слышишь? Ой. Это как в Савнатике, помнишь? Да. Инопланетная цивилизация пробивалась к нам. Прямо реально так все и было. Что делаем, Олег, тогда? Не знаю, Андрей, увольтаемся до планеты срочно. Так, Катерий. Я знаю, почему они это сделали. Почему? Потому что у меня кое-что есть, смотри. Что, что именно, что именно? Я покажу тебе, смотри, что я украл. Давай, где, 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 где. Дождяшка, вот это такое. А вот, Катерийный слиток нам теперь стал доступен. И вот это, и вот. Диплайн стал доступен. Парализирующий болт. Прикольно. Так, а питательные вещества. Вот, орех. Ой, погоди, нет, стоп, подожди. Орех можно убрать из списка дел, начать исследование. Орехов у нас тоже много. Сейчас, подожди. Все, это мы изучаем. А, что, где, 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 что? Вот из-за этого, скорее всего. А, ну нет, это я уже находил. Это я уже изучил. Это вот про, да, орехом из его выразительного цвета. Съедомлен для людей. Доступны дополнительные исследования. Короче, что еще мы можем? Подожди, серы. Вот, серы можем еще, да, изучить тоже так же. Здесь начинаем исследование. Ну и получается все, все, что у нас было, мы все это исследовали. Черный порох нам стал доступен. Детонатор, набериска. И улучшенный пояс для инструментов. Боже, дайте нам сил просто построить все это. Реально, я боюсь представить. А вот эта штука тоже есть. Да, смотри. Что, такие же, дает. Сиение, сиение энергослизня. Тоже изучаем. Тоже это делаем. Сиение энергослизня, анализ завершен. И что это нам дает? Смотри, сканирование слизней. Так, этот полуслизень, нынеизвестный как энергослизень, прибывает в начале своего жизненного цикла и накопил лишь часть потенциальной энергии, которая придает ему характерно синий цвет. Энергослизни способны извлекать скрытую энергию из окружающей среды, в том числе посредством фотосинтеза. И сберегать ее в своем опористом улекристаллическом панцире. Это объясняет, почему они редко перемещаются после того, как находят подходящее место обитания. Понятно, мы можем потом сделать что-то получать. Это что такое, погоди? Разгон производства. О, разгон производства можно сделать, прикинь. Желтые энергослизни. Короче, из энергослизни это типа энергетики, понял? Такие можно делать для производства. У меня есть, у меня есть. Но это типа для производства именно. Это не для нас, это больше для производства. Теперь, ребята, надо что-то думать дальше, что делать, да? Блин, ну это, конечно, жестко. Вот дальше, кстати, я пока не знаю. Ты что-то вырос как будто бы, не? Или мне кажется? Ну я потому что, это я на протеине. На пампе просто, да? Да. Окей, смотри, у нас есть добыча железа, у нас есть добыча руды медной, да? Вообще, в идеале нам, наверное, знаешь, что еще сделать сегодня? Наверное, еще пару, так сказать, сделать этих буровых установок. То есть, ну, чтобы у нас было сразу несколько точек производства. Что, не готовы? Готовы еще как? Давай, смотри, мы сейчас покажем, что с тобой на данный момент. Смотри, следующая наша цель какая? Логистика. Можем, наверное, сделать вот это, да? Или второй уровень. Сборка деталей, устранение препятствий, прыжок в площадке. Прыжковые площадки. Чудо-магазин, есть какой-то чудо-утилизатор. Бонусная программа утилизации, логистика уровень 2. Короче, давай мы сначала вот до конца добьем первый уровень. Наверное, выберем вот это, да? Все, нам получается, что, нужна только медная проволока, вот это и вот это, да? Все, значит, просто это добить надо. Я предлагаю, сейчас мы с тобой это дело добьем. Пойдем просто еще погуляем по миру. Потому что сейчас столько всего неизведываем. Нужно, ну, просто понимать, что еще тут есть. Ну что ж, друзья, все у нас готово. Значит, смотрите, мы, опять же, нажимаем на красную кнопку, запускаем. И у нас теперь будет доступно следующее. То есть, смотри, мы сделали логистику. Только что у нас есть конвейерные разветвители теперь, да? И, насколько я это понимаю, правильно работает. Мы можем сразу сделать несколько направлений конвейерной ленты. Надеюсь, это, по крайней мере, так работает в моей голове. И вот это надо будет тоже обязательно протестировать. Так, смотри, что я предлагаю сейчас нам с тобой сделать? Погнали, наверное, изучать мир дальше, да? Возможно, что-то интересное получится найти. Вот, нам, по сути, с тобой даже ничего брать не надо, потому что у нас все есть. Вот, а что я думаю, мы можем просто выдвигаться и все. Смотри, нам с тобой надо добывать... Вот это надо добыть. Как бы не хотелось... Не надо, урод. А что, она проснется? Э, нахуя ты убил его? Так, и нам надо добывать, нам надо анализировать. У нас же ММА, нам... Э, э, подожди. Вот, зря я просто так убил птичку несчастную. А чтение еще не падает, что ли? Серьезно? Я думал, с нее что-то можно будет добыть. Так, и тоже, смотри, листву всю по дороге собираем, потому что нам надо все для сжигателя биомаст, понятное дело. Поэтому все, что видишь, можно... Все, что можно собрать, все обязательно собирай. Это прям очень нужно будет обязательно все делать. Так, растения нет. Дерево... Слушай, как ты дерево добываешь? Я просто ни разу дерево не добывал. Это вот секрет фирмы. Вот смотри, видишь, море лежит. А, именно оно, которое валяется, да? Все, я понял, только вот такие. А, типа, подожди, стоп. И как? А, ну эти нельзя собрать. Короче, на земле должны валяться вот такие. А, вот собрал. Ну, я понял. О, слизень еще один, смотри, погнали за слизнем тоже добежим. Смотри, в прошлый раз мы с тобой видели какую-то пещеру большую, да? О, как раз таки синий электрослизень, синий электрослизень нужен. Ой, смотри, там кабан тоже. Ладно, погнали пока что вот по этой тропинке. Кабана забьем шокерами? Что еще раз? Кабана можно шокерами забить вдвоем. Да, вон этот, забей вообще его и в соло можно отмудохать тоже, он вообще слабенький. Опа! А вот это уже, походу, начало каких-то пещер, да? Или что? Новые биомы. Ну да. Я вот только одного понять не могу. Ты меня хочешь наэлектризовать или что ты хочешь сделать? Нет, нет, нет. Ну, погнали, ладно, с кабаном быстренько разберемся, где он тут? Да не меня, надо бить, его! Ай! Тупой. Ты птицу убил? Я не убивал птицу. Еще один кабан, еще один кабан. А они всегда... О, смотри. Сейчас, подожди! Что это такое? Неограненный кварц! Вот это хорошо! Найдет неизвестный кристаллический минерал. Он состоит из тех же химических элементов, что и кварц. И может быть использован для схожих промышленных целей. Это слизень, наверное, это слизень. Да? Я думаю, хороший, да, сидит. Ну, вот, давай заберем. Но этот синий электрослизень у нас уже есть. Это мой. Тупой. Так, погнали. Серьез, а внизу это медь у нас тоже или что это такое? Да, это медь. Кабаны всегда, они охраняют ее. Ну, не только. Они в целом охраняют руду. Они были и у железа, и у меди, и так далее. Точно уверен, что это... Давай. Да, это медь, это медь, это медь, это медь. Ну, хватит, бить-ка, у меня хп мало. Так, а здесь... Ой. А здесь мы нет. Ой, не, не пройдет. Да, да, да. Я что-то... Слушай, я что-то подумал, можно будет там спуститься, но нет. Окей, ладно, погнали тогда в другую сторону. Но теперь мы знаем, что здесь у нас есть медь. Отлично. Смотри, ты видишь водопады? Вау. Нет, аааа. А когда нет, вон туда посмотри. Вперед предлагаю, вниз. Давай туда, давай, аккуратно. Подожди, ноги разобьются. Ну, я не хочу разбиваться просто. Я могу вот сюда, например, вот так вот долететь? Помогай. Да иду, иду. Ты что, сам с кабанчиком? Ой, смотри, как тут много залежей прям у этого железа. Да. Фига себе. Это я открыл. Ну, кстати, здесь как будто бы даже покрасивее такое, знаешь, местонахождение. Я как, знаешь, я местный Христофор Колумб. Я говорю, здесь покрасивее, чем у нашего дома. Прям намного красивее. Все, переезжаем. Ну, как будто бы реально есть такой варик, нет? Ну, я бы, я бы с удовольствием вообще. А что, не? Я бы с удовольствием переносить надо. Еще раз на такое предложу. Нет, не, вообще ничего там особо переносить не надо, на самом деле. Ну, пошли, давай вот к водопадам просто подойдем. Мне просто интересно. Еще раз ты предложишь глупую идею, шокером уебу, как. Давай, я тебя тоже. Подожди, а там прям реально, там прям близко, близко можно. А, и вот известня как раз-таки рядом есть. Смотри, залежи тоже, а? Блин, тут хорошее место, я тебе хочу сказать так, а? Прям очень даже, там аккуратно у тебя кабанчик бегает. Да, причем, а, их два, смотри, сразу. Помоги. Да сейчас. Стоять! Как он полетел? Все, с этим разобрались. Да что, с кабаном разобраться не можешь? Ой! Я тебе правильно и говорю. Сюда иди. Он все, засал, убегай. Ладно, а нет, все, остановился. Все, разобрались. Так, давай смотреть, что... Подожди, мы можем прям вплотную к воде подойти или нет? Ай, ну хватит бить меня. Нет, слышишь, нет. Нет, не можем. Она какая-то... Странно, что звуков, знаешь, нету каких-то вообще воды, знаешь? Олег, ручнешь туда? Зачем? Олег. Мне кажется, дурак! Я жив! И что, там что-то есть? Охренеть, все. До свидания, Олег. Пока. И что тут? Забайтился, прыгнул тоже. А я не знаю, как надо перевыбраться. Идиотина ты такая. Смотри, нет, возможно, здесь можем выбрать. А, не, не можем, Олег. Нееет, ну неееет. Ну как ты так забайтился? Да ты тут, ну ты зачем? Я не... О! И что? Смотри. А, воу, что? Ну так можно было? На супе кататься можно. И что, и как нам подняться тем наверх? А, Олег, хороший. Боже, какой ты вот реально идиот. Ну вот, ну... Походу, Олег, ты все-таки трусень. Ну вот и как? Ну вот реально, как нам отсюда выбраться вообще? Пошли сюда. Может, тут реально какой-то секретный проход все-таки есть? Не, ну подожди, ну раз тут есть, где походить, значит, можно куда-то зайти, наверное, нет? Во, смотри, ты хотел к водопаду максимально близко быть. Попробуй прыгнуть в водопад, слышишь? Может быть там что-то есть, а? Ты иди. Че, как мы не выберемся, да? Ну, походу, нет. А как нам отсюда выбраться? Вот, вот реально, ну вупсень просто, тупсень. Ну вот, ну серьезно, а? А, тупсень. Погоди, ну внизу же что-то по-любому есть. Да нету внизу ничего, ну и хочешь, проверь. Слышь, вупсень, трутень. Че тебе надо, а? Иди вниз, прыгай давай. Разобьется. Да. Хули, ты ржаешь, блядь. Вытащи меня отсюда. Каким образом? А, я все, я случайно тоже вниз полетел. Может быть, в воду хотя бы как-то, нет? А, путешествовал дуранью? А, нет, все, короче, там, ну, там нету дна просто никакого, понял? Прям вообще. Вупсень, трутень, я так и знал, что ты прыгнешь за мной, идиот. А, ладно, хорошо, но мы изучили, по крайней мере, да, ну, ту область карты. Мы теперь знаем, что есть там. Олег, смотри. Где? Изучим новый элемент паркура, смотри. Где? На улице, где конвейеры, смотри. Ну, где? Ну, давай. Мне с того, чтобы перепрыгнуть, смотри. О, кстати, реально прикольно. Увел? Увел? Ладно, погнали, смотри дальше. Блин, хп, кстати, теперь нет. Вот это, кстати, по-моему, вот это, да, вот это ягода, ее можно как-то, наверное, съесть. А, все из-за тебя. Да, как съесть ее, подожди, как-то можно ее есть или нет? В ручку переложим, вот, все, да, 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 все есть. Так, погнали, смотрите, теперь в ту, наверное, сторону, да, то есть здесь мы все изучили, погнали, наверное, сейчас туда. Просто посмотрим, что еще интересного там. А, как мы дальше играем? В смысле, как? Мы же умерли, по сути. Ну, и что? А, ты типа, это типа фулл рп, да, или что, подожди? Ты тоже переводишься, ты появишься и дальше выжимаешься. Нет, так может быть, ну, во-первых, мы находимся в будущем. Во-первых, мы находимся в будущем. В будущем сознание человека сохраняется, понимаешь, да? Тело уже не настолько важно, насколько сознание. Все, мы просто перерождаемся, наш разум предыдущего тела загружается в новое и все. Таким образом мы и живем с тобой, понимаешь? Листья собирай, потому что у меня было 400-500 листьев. В теории эта тема, стой, она... Какая? Блин, я думал, что, короче, вот так на С можно с горы кататься долго, съезжать вниз. Ты тупой, знаешь, что... Ой, это кто? Ну-ка, 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 кто это такое? Ну-ка сюда, давай, давай, давай. Это маленький кабанчик или кто это? Не убивай маленького, маленького не убивай. Зачем маленького? Ну, кто же ты такой? Убьешь маленького, где? Песа ящера погладить можно. Стой, стой, стой. Сзади тебя кабан, Олег. Стой, стой, стой. Убей его. Где, где песо ящер? Песо ящер, иди сюда. Его погладить можно, его, наверное, покормить надо чем-то. Тут орешек нету, вот как на зло. Беги за ним, давай. Приследующий попробуй. Ой, какой он маленький, какой он хорошенький. Нам еда нужна. Есть еда. Я кабана остановлю, давай. Ой, стоять. Стоять. Не могу догнать его, он догоняет. Убил его. Кабана убил. Беги за ним, за ним, за ним, за ним. Срочно за ним. Нам еда нужна, покормить его надо. Мне не понятно, как еду в руки взять. Ну просто перетащи их там, где у тебя оружие и все. Я перетащил, меня все он берет, но он в руки, блядь, шокер. Дай им просто скинь вниз, я возьму, сделаю все. Не успеешь. Успею, ну скинь просто вниз, давай. О, смотри, куда он привел гейзеры. Где? Вау. Скинул, скинул. Давай. За ним беги. За ним. Все, я иду, я иду, я иду, я иду, я иду. Вон он. Вижу, вижу, вижу. Вижу, вижу. А я амбус. А я амбус. А я амбус. Я просто хочу тебя покормить. Я просто хочу тебя покормить. Стой. Стой просто. Ну вот же у меня. Как его? Погладить. Он не дается. Гладишь его, ему похуй. Ну стой. Подожди, стой. Он если убежит на безопасную дистанцию, он успокоится. Может быть, к нему не надо? Может, к нему на цена подойти аккуратно? Может быть. Стой. Стой, не беги за ним. Пускай он там остановится. Стой. Думаешь, так это? Может, ему ягода нужна, а не орех. Вот, он остановился. Давай попробуем. Давай. Но мне кажется, что он все равно что-то это заподозрит. У меня есть ягоды. На, еще. Давай, 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 давай. Просто ради интереса. Ягодку в руку взяли. Вот она вот, моя ягодка. Иди сюда. Смотри, он прям отходит. Смотри, может, как-то надо... Может, как-то надо... Не-не-не, стой, 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 стой. Блин. Короче, нет, там, видимо... О, смотри. Фига себе. Не, наверное, все это... Его можно, наверное, как-то приручить. Наверное, только с... А, вот туда, мне интересно, можно пойти? Выглядит, как будто бы, да. Не советовал бы. Короче, надо, ребята, напишите в комментариях. Если его можно как-то приручить, напишите в комментах, как именно это делается. А, мрак! Там два кабана у тебя. Что? А, да не меня, пить надо. Потому что ты постоянно это одно и то же делаешь, да? Да. Вот, срекрасно, деревья наверху вообще. Туда можно как-то пройти, не? Это там уже осень. Мне кажется, вряд... Да, реально, кстати, осень сейчас. Ладно, давай будем, наверное, возвращаться. Хотя, вон, цыри, на верхушке тоже что-то есть. Горы, видишь? Смотри, кто идет. Кто это? Где? Где-где-где-где-где-где-где? Вот, там, где я. Ну, назад вернись, это тупое, блядь, создание. Пожалуйста. Иду, 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 иду. Фига! А, что? Это пушка какая-то, слышишь? Да он уже в нас пьярит. А, вот, вот ты про кого говоришь, смотри. Я забыл про него вообще. Честно, разберемся, все. О, мясо. Вот тут, смотри, вот это что такое, видишь? Ой, не, 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 мы не подойдем близко туда. Да, Олег, у меня есть для исследования ММА. Отлично, здорово, замечательно. Ладно, погнали в ту часть, посмотрим, может быть, там еще что-то интересное найдем. Если нет, то будем уже возвращаться, наверное, в сторону нашего комплекса. И попробуем, попробуем построить что-то еще. О, Андрей, иди сюда, ты где, ты видишь? Он уже большой. Это какой-то здоровый кабан. О, больно бьет. Давай, помогай мне. Помогай. Олег, он очень жесткий, не, боюсь всего. Мы убьем его вдвоем, мы убьем его. Он очень быстро бегает. Он очень... Бей, бей. Давай, ты тварь. Просто бей его. Ай, блядь, я сейчас умру. Просто бей его. Короче, давай, стой, вот эту суку заберем. Подожди. Забрай, забирай. Блядь, сфера у меня. Сейчас, сферу забрал. Фу. Стоим, это поесть, я там вам все ем. Гуклы не поют песен, только подражают звукам. Тихо-трихо, и почему гуклы не пользуются окнами? Внимание, ваш мозг работает за пределами стандартных параметров. Олег, он вообще не работает. Время проведения в фантазиях не оплачивается. Нормально вообще мне, да? Ты что, он какой-то жесткий, Андрей, вот этот реальный бык. Что, отхуярим его? Ну, сейчас, подожди, дай я похабаю тоже. Мне надо тоже КП восполнить, погоди. Ты трус, блядь. Не, не, сейчас КП восполнил. Сейчас мы ему дадим, ну, прямо бой. Подожди, подожди. Что, раунд два, блядь? Сейчас раунд два будет, погоди. Он с аккуратным сейчас может на тебя побежать. Видишь, он там как будто багрится на тебя. Он сразу засал, убежал. Так, ладно. Я готов. Ты трус, блядь, слезай оттуда. О, все, вот теперь готов, погнали, все, в бой. Блин, ну он сразу сбивает атаку. Давай, 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 бей, 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 подходи просто. О, все. Остатки кабана. Все, что ли? Неээ, так неинтересно. Я думаю, мы что-то прикольное с него получим. Оказывается, нет. Ну, вот так вот. Ладно, будем возвращаться, наверное, все же домой. Только вот вопрос, как это сделать. Потому что вот тут дым вокруг нас зеленый. Вот и как это... Вон еще одна такая же капсула, смотри. Вот еще один кабан. Это уже маленький, это уже слабенький. Это уже такой прям дохленький, понимаешь? Сейчас мы его с ним разберем. А ты куда? Я сюда бегу. Ты можешь помочь мне или нет? Я не понимаю, а? Не будет тебе никто помогать, сам справляйся. Я уже так и понял. Вот, я вот сюда. Вот это тоже. Слушай, ну туда тоже, походу, можно будет пройти, потому что вон там слизень слева. Первый раунд, Олег. Ой. Уярил. Все. И вот это что у нас такое? А, ну это тоже сфера, вот это вот. Ее тоже мы подбираем, и все. Сфера. Где? Сфера у нас уже есть. Бывает. Это не это месторождение, это просто залежи небольшие и все. Вот туда можно наверх тоже. Блин, а сколько здесь вообще большая карта? Я просто не понимаю. Я смотрю, я смотрю вверх-вниз, я не понимаю, куда нам можно, куда нам нельзя идти. Потому что вот мы вот Андреем уже сегодня подошли к водопаду слишком близко, да? Вот до чего это дошло. Не, ну тут сюда тоже можно, смотри. Это тоже наша тупень клубень. Нет, карта вообще, это фразочки не повторяем, а? А что, в смысле, это я принял эту фразу? Это я, ты что, я сказал, что ты тупень вупсень. Клубень я вообще сказал. Да я говорю, что ты вупсень, ну и что? Короче, будем... Ой, еще одного следия не нашел. Давай мы все-таки уже вернемся домой. А то мы, мне кажется, немножечко загуляли. И попробуем... Во, как раз... Во, дом рядом с нами. Вот он, дом наш. Вот здесь он. Надо будет карту, наверное, построить, чтобы вообще хоть как-то плюс-минус здесь ориентироваться. Сейчас самое главное, чтобы все наше производство не стояло. А то как бы... Ой, я вот это зря сделал. Сейчас я разбегался немного. Все, но производство вроде работает, да. Все, у нас... Работаем. Ну, понятное дело, работа должно все круглосуточно. У нас простая, любая простойка, это деньги, понимаешь? Это потеря денег просто, это же логично. Все, а? Олег! Что мы... А, что? Вернись обратно. Что такое? Срочно на завод ты кое-что увидишь. Сейчас иду. Это надо прямо сейчас сделать, просто срочно. Ммм, такой бред, реально. Что такое, что случилось? Что такое? Готов, Олег? Давай, ну, что? Смотри, вот для чего это было построено. Давай, готов? Раз, два, три. О, кстати, реально. Ммм, смотри, я не знаю, смотри. Да-да-да-да-да-да-да-да. Блин, прикольно, кстати, реально. Надо, короче, еще круче горку построить, только очень высоко. Да-да-да-да-да-да-да. И ухуярить на ней вот так. Блин, вот это клайф. Вот это реально круто. Так, смотри, что мы делаем дальше? Я хочу сделать разветвитель. Мне для этого что нужно? Мне для этого стены, пандус, складской контейнер. Нужно вот это соединитель. А это разветвитель. Разделяет одну конвейерную ленту на две или три. Позволяет. Во! Вот эта тема нужна. И мне кажется, мы ее должны... Блин. Вот то, что конвейер я поставил, это, конечно, я зря сделал. Надо было немножечко не так сделать. Ну ладно, окей. Мы сейчас тогда как делаем? Мы сейчас тогда... Где все наши ресы? Где все наши ресы? О, все, пожил. О, вот здесь что ли? Погоди. Да, вот, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это все забираем. Вот это все забираем. Это все забираем. Так, теперь смотрим. Конвейерный соединитель. Соединяем до трех конвейерных лент в одну. Мы можем это сделать, типа, вот так вот? Нет, мы так это, наверное, не сможем сделать, да. Блин, вот, вот можно как-то перенести все предметы одного типа. Это не то. Экипировать, перенести стопку, разделить стопку. Погоди. Мы можем как-то перенести конвейер, чтобы его не ломать. Просто вот это, мне, я не понимаю. Мы можем это сделать? вот на бренда фильтр демонтажа и гендерс удерживайте массовый демонтаж разобрать я могу это только разобрать нужно это разбирать мне нужно это просто перетащить держи разбери его сложно потом снова поставить ладно окей так окей мы это сделали теперь смотри мы делаем делаем вот так все это сейчас будет очень круто объясню почему потому что смотри например можем сделать дальше вот так вот это продолжение так мне нужен погоди сжигатель конструктор нужен вот конструктор можем сделать как раз таки от конструктор сюда и ленты мы вот так это все дело соединяем все кайф здесь теперь мы должны что сделать у нас вот и здесь мы выбираем что именно у нас строится да я думаю у нас что здесь погоди будет сейчас нас а вот это еще надо соединить да окей тогда мы это как делаем это делаем сейчас вот так и это тоже надо питанием соединить да ё-моё да сложно очень сложно окей тогда мы как настроить конструктор мы выбрали железные слитки да но пусть здесь железные слитки например будут добываться да здесь мы тоже можем сделать как допустим еще один конструктор поставить а вот тут уже не сможем поставить окей здесь соединяем вот так вот что такое почему-то я кору я короче достижение получил какое я смог запрыгнуть на эту длинную хуйню города доходит на лапках прикинь реального и достижения и мне зачитали достижения то я почему-то блин я чё сна что так работает а ну ё-моё ну вот посмотри что я прыгаю на мозг ломается просто я поставил этот конвейер но оказывается не той стороной но сейчас придется переделывать так подожди где у нас еще раз это энергетика логистика вот разветвитель то есть смотри мы его должны поставить как его должны повернуть вот вот так вот ну чё не ставит вот все теперь должно да да все вот теперь ему говорят что ты глупо если умный ты вот знаешь как вот теперь работает у нас проблема знаешь чем у нас вот тут по моему последнее соединение да стоит смотри они тут уже 4 из 4 давай вот это у нас 2 из 4 а чё нам разве не надо будет еще один хаб строить не хаб не надо по идее не а как ты будешь проводить дальше линии электропередачи можно эти сжигатели массы просто ставить но генераторы просто отдельные все так здесь получается чё у нас производство отчего ожидания погоди я у нас тут застопилось известняк еще нужен дожди нажмите наверно да даже я одного не понимаю почему не работает производство мы выбрали вот это в ожидании ну здесь что не так и сюда помоги я не понимаю что не так подойду я за из них здесь вот у нас плавильня вот вот с этим конвейером что-то как его запустить погоди чему не работает здесь тоже вот просто но в ожидании приемки я правильно понимаю да энергии мы запитали энергия должна быть да может напряжение больше чем надо сейчас подожди сейчас надо да вроде нет не 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 все нормально нет с этим проблем нет у нас подожди я немного не понимаю ты вообще ты придешь ко мне или нет ты девочки я не ссу это дерьмо блять который ты просил чем проблема я не понимаю некорректное направление почему у нас один провод очень рыжим горит такой вот тут нормально полик то непонятно что не работает но когда к это же достижение получу погоди я сейчас запрыгну оба все я тоже достижение получил в регионе о ты прям прыгаешь до бэмс и бэмс гавлин как подкидывается ри бум и рачим проблема заключается в чем а я кстати ух ног ногам больно проблема заключается в чем у нас вот этот конвертная лента она встала и не едет я не понимаю почему почему она мне едет смысле едет пока и вот вот это едет да вот это а чё стоит тогда у нас тут разве вот смотри видишь да она едет ну может неправильно поставил давай хорошо я уберу конвертную ленту и заново соединю может быть так сейчас пойдет вот эфрика про а что было не так и все окей и теперь дальше смотри все и теперь мы можем сделать заплакал и мы можем сарика блин я нету закончилась все это сейчас подожди надо дарь и подожди ты подожди ты все я придумал как нам это сделать сейчас красиво смотри мы можем это сразу поставить вот так вот по идее да короче что я хочу сделать я хочу сделать так что здесь у нас будет стоять три а этих конструктора которые будут собирать детали и после этих трех конструкторов они будут соединяться в один к одному хранилищу то есть будет идти блин это надо делать долго ребята это надо делать долго но вы поняли да то есть видите я хочу чтобы от этого шло еще получается две конвертные линии дети нас будет стоять еще два конструктора после этих конструкторов, они будут сушаться, их конвертная лента будет сушаться, и где-то здесь будет просто стоять одно хранилище, куда будут попадать сразу все детали отсюда, да? То есть, вот, все вот железные пластины, которые у нас, короче, вот, примерно такое я хочу сделать. Вот, но это, я думаю, мы уже оставим на потом. Да, теперь я понимаю, прекрасно понимаю, почему вы написали в комментариях, что это игра на очень-очень долгое время. Теперь я всё прекрасно понимаю. В общем, друзья, я думаю, что на этом сегодня будем заканчивать нашу вторую серию по выживанию в этой игре. Ну, что такое? Ты там решил поиграть, да? Да, да. Но на самом деле нету ничего сложного. Смотри, например, первый уровень, и например, смотри, мы делаем как? Мы делаем вот это сюда, мы делаем вот это сюда. Постараемся набить максимальное количество очков, насколько это вообще возможно в этой игре. Я помню, я помню, после того, как мы закончили снимать прошлой серии, у меня нормально получилось сделать всё. Сюда, потом... Желский ты, чел, однако. Вот это сюда, и... Ну вот, почти! Почти вот, если бы вот эта деталь была бы просто перевернута, было бы, конечно, здорово. Но тут уже... Я ж ничего не поставлю, да? По идее, да. Пипец. Очень, друзья, я думаю, что сегодня мы будем на этом заканчивать. Я надеюсь, вам серия понравилась, вы поставили лайк и подписались на канал. Я понимаю, что мы не идеально всё делаем и так далее, но мы всему учимся, и если вы хотите нам помочь, то пишите, да, напишите об этом в комментариях. С вами, если бы вы считали, кофе, Андрей Индифай. Всем до скорой встречи, всем пока-пока! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok